Добрый день дорогие друзья, с вами я доктор Нижат и по просьбе моих друзей из группы Black Magic Cinema Camera ВКонтакте они меня попросили сделать небольшой урок насчет масок и анимации программы DaVinci Resolve и я по желанию наших друзей делаю вот такой маленький урок в общем я выбрал такой вот интересный футаж, когда вот парень двигается, девочка вот перед ним закрывает его то есть если мы на парня сейчас наложим маску, то у нас некоторые проблемы будут потому что из-за того, что вот девушка закрывает парня давайте создадим сперва на второй ноде маску немножко еще один кадр я вперед сделаю, его создаем именно в этой точке например пусть будет маска вот здесь именно и давайте сперва сделаем трекинг вот как видно у нас трекинг не очень хорошо прошел до эти точки надо будет немножко исправить сейчас давайте это все исправим сейчас немножко у нас не получился трекинг сейчас я попробую немножко передумать вот я хочу чтобы трекинг вот отсюда было да еще раз попробуем сделать трекинг вот на этот раз у нас немножечко вот получается но не обращайте на то, что вот сейчас в данный момент в этом кадре маска стоит вот здесь мы это потом будем анимировать сейчас в данный момент у нас проблема вот именно в этих кадрах потому что когда вот парень за девушку переходит девушка мешает для для того чтобы сделать дальше маску то есть трекинг и что мы делаем в секции трекинг нажимаем на кнопку фрейм и здесь создаем вот в этой точке один кей фрейм вот здесь и потом дальше двигаемся и когда вот парень уже будет виден создаем еще один кейфрейм и нажимаем вот на эту кнопку between да и вот отсюда уже продолжаем трекинг то есть это означает что вот наш наша маска вот когда парень уже выходит вот именно на этой вот кейфреймах который мы здесь ставили вот наша маска останавливается и сразу же когда уже переходит вот сюда уже видно лицо видно лицо парня и он начинает трекинг наш передвигаться так с трекингом мы выяснили но у нас есть очень большие проблемы в том что вот например первые кадры нам понадобится чтобы маска вот не закрывала вот эту часть пустую часть давайте анимировать как видно у нас на ноде маска находится на второй ноде из-за этого какие бы мы кейфреймы не создали они будут действовать на вторую вот ноду вот здесь открываем вот этот треугольник если я нажму вот на эту кнопку это кнопка автоматизации то есть любые изменения на на втором ноде будет действовать на все здесь действующие инструменты то есть я что если я что-нибудь поменяю то это будет действовать на вторую ноду а я не хочу чтобы так было я просто выберу маску которую я делаю например шею вторая маска это у нас делает полигон вот у нас эта маска называется циркл винда и вот нажимаем на эту кнопку для того чтобы активировать анимацию маски именно этой маски циркулярной маски нажимаем например сейчас я хочу что вот моя маска была вот именно такая потом передвигаемся постепенно я буду расширять еще давайте еще немножко поэкспериментируем здесь вот возьмем некоторые кадры вот здесь я хочу чтобы он немножко еще вот так у большин на каждом кадре я могу анимировать маску двигать куда хочу как хочу и даже какое положение хочу да здесь есть и вот здесь у нас давайте так давайте так вот видите здесь появляются ключевые кадры у нас вот давайте посмотрим вот как видно наши вот все ключевые кадры вот появляется здесь да тоже любые наши движения над маской вот здесь вот автоматизируется да идем вот вот на этот кадр я хочу что вот именно на после этого кадра вообще убрать практически маску да вот нажимаем на эту кнопку все маска сейчас не действительно идем дальше когда парень будет виден опять включаем маску но наша маска в данный момент стоит там это не проблема сейчас мы его вот так перевернем даже можем вот маленькую часть поставить поставить а на втором кадре уже мы сделаем его немножко вот так большим и все сейчас делаем анимацию чтобы кадр был вот таким и вот дальше уже маску убираем вот так то я вручную сделал анимацию маски до конца и все сейчас посмотрим кадр всю нашу анимацию по кадрам так вот как видно вот маска меняет форму да сейчас он исчезнет и сейчас он появится вот и как видно мы от и до вручную анимировали маску и вся анимация у нас все ключевые кадры вот появляется здесь еще раз припомню что я просто нажимал на эту код желтую ромб это означает что я сделал автоматизацию только данных этой маски то есть другие у меня функции коррекции квалифир колор коррекции недействительней что столько анимация происходит на уровне только маски ну естественно на этой неделе у меня будет очень хороший курс я сделал полноценный курс продавинчи резул десятая версия на русском там про это все отдельно досконально рассказывается я этот урок сделал по просьбе наших друзей из группы black magic по по просьбе потому что они мне захотели чтобы я об этом рассказал спасибо за то что смотрели готов слушать ваши вопросы и делать такие вот мелкие уроки спасибо еще раз